Добрый день! В этом году установлен предел налогового вычета – 120 тысяч рублей в год. 13% от этого – 15 600 рублей. Это максимальная сумма, которую вы можете вернуть, даже если учеба обходится вам ежегодно в 130, 150, 200 тысяч и более. А если вы, скажем, платите в год 100 тысяч, вернут вам 13. Если студент самостоятельно платит за учебу, но при этом не трудоустроен официально, а значит не платит налоги, получить налоговый вычет он не сможет. Здесь на помощь могут прийти родители или близкие родственники, которым разрешено по закону оформить вычет на себя. Правда, только до тех пор, пока студенту не исполнится 24 года. И вычет здесь рассчитывается по-другому – с лимитом всего 50 тысяч рублей в год. Значит, на одного ребенка, родителю или родственнику удастся получить не более 6500 рублей. Подать документы необходимо в году, в следующем за годом оплаты. То есть за 2015 год налоговый вычет можно получить в 2016. Оформить налоговый вычет можно не сразу, но в этом случае он будет распространяться только на 3 последние года. Если квитанция об оплате утеряна, можно обратиться в банк и попросить распечатку о транзакциях за этот период. Либо в учебное заведение. ВУЗ обязан выдать дубликат по запросу. Налоговый вычет можно оформить не только приочной, но и приочно-заочной форме обучения. Это правило денег.